В этот праздничный день, по милости Божьей и по приглашению своих близких, я оказался здесь, в месте страшном, что называется Бутырская тюрьма. Много здесь происходит за стенками, что нам неизвестно. Много и горя, и бед люди испытывают, особенно от одиночества и уныния, потеря общения своими близкими и также, как говорят, ах, если бы могли стены говорить, они бы вскричали бы, как страдают люди заперсти в одиночестве с самим собой, если нет у них души Бога. Но и в то же время, когда отец Константин показывал мне местных святых, мое сердце возрадовалось. А чем? Что здесь оказался мой земляк. И не просто земляк, а святой, который почитает наш город, которому молятся и чтут его святы. Даже в эти времена, когда тень какая-то напала на имя великого святого нашего города, нашего адыка Кенешемский сказал, мы все равно его чтим и считаем его покровителем нашей Кенешемской земли, которой я являюсь предстоятелем. Я счастлив, что вижу его иконы, я вижу, что его здесь помнят и чтут. Святитель Василий написал немало трудов, но также он привел очень много людей по жизнему описанию к вере. Людей разных, людей, которые были и далеко от церкви, и людей, которые были верующими, но вера уже теряла их. Он также, как многие находящиеся здесь, был в заключении, с теми святыми, которые прославили землю русскую, и как мученики, и как исповедники нашей земли. И он непосредственно молится. Сколько их, как наш святитель Василий, были в этих застенках. Сколько мук и страданий они перетерпели. Бессонные ночи, пыток, дневные издевательства уголовниками. И в то же время их что держало? Держало вера. Истинная вера в Бога, который их не оставлял. Как древние мученики, которые несли страдания за Христа, так же и они несли это слово веры, несли это семя, какое проросло, и не дало погибнуть нашей земле. Я служу в храме, который не закрывался 200 лет со временем его построения. Храм, который был построен во время победы над Наполеоном, во время победы над Великой Отечественной войне. И именно, когда были времена богоборчества, когда были времена гонения, и когда закрывали храмы, убивали священников, люди отстояли. Люди, которые жили в этом селе, заградили свой храм. Но чем они заградили? Они храм сохранили. Но село Спасберговой, находящееся возле этого храма, где находится сейчас деревня Ногинская, было снесено и ничтожено с лица земли. Ни дорог не было, но бабушки по 8 километров шли пешком. И я верю, именно это семя посажено вот этими намучениками, моим земляком, святителем Василием и другими святыми, которые были на нашей земле. Они также многие пострадали, как блаженный Алексей, который не просто страдал, над ним жестоко издевались, но он даже в тюрьме перед смертью исповедовал Слово Божие. Его поставили на огонные плиты, и он не кричал, не проклинал мучителя, а говорил палачу, «Ты меня мучаешь, а у тебя дома беда». И на самом деле он измучил несчастного человека, но тот просиял, как святой, а он пришел домой, а у него умерла жена, умерла жена, как самоубийца. Бог поругаем не бывает, а наши святые настолько укрепляют в вере. И именно в этих стенах чувствуется, конечно, тоска и боль заключений, и в то же время чувствуется обладать и святость. Где много беззакония, там царит молодать. И дай Бог, чтобы мы не забывали о наших святых, и также не забывали о тех, кто находится в заключении, ибо они, многие, может быть, находятся, и невинные, только для того, чтобы мы свои черствия и сердца размягчили и обратились и к Богу, и к своему ближнему, ибо Бог – любовь. Храни вас, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok